Шалом! Я никогда ранее не был в Украине. И пару лет назад прочел пять книг об Украине. Но до сих пор еще не доводилось быть здесь. И я ожидаю научиться от вас. Я думаю, что, может, вы мне какие-то выигрыши, привилегии получу от вас. Хочу несколько минут поделиться о своей личной истории. А потом пройду сквозь одно письмо, которое Валентин хочет, чтобы я сделал. И потом я объясню, как я буду делать то, что Валентин меня попросил сделать. Выполнять. Как мы это будем. И проясню то, что мы будем заниматься несколько вечеров. Как уже было сказано, меня зовут Джеффри Сайф. И это немецко-еврейское имя. Моя мама была спрятана, ее спрятали, спасли от нацистов. Монахи спасли. И семья моего отца приехала в Америку до Второй мировой войны. Большинство немецких евреев было убито в моей семье. И моя мама избежала войны, спаслась от войны, но она умерла в больнице. И я знаю, что меня представили как важного доктора Сайфа и как очень важную ее личность. Я не знаю, насколько это важно. Но я благодарен вам за ободрение. Но когда Господь меня нашел, я был неудачником. Я был под наркотиками, наркоманом. Выгнали меня со старшей школы. Я никогда не думал, что стану профессором. Я пришел к познанию Господа. И когда мне было где-то 26-27, я почувствовал призыв на служение. Я убирал офисы, уборщиком работал. И знаете, нет ничего неправильного быть уборщиком. Но люди, которые работают уборщиками, они обычно не мечтают быть профессорами. Вы даже не задумываетесь об этом. Но я отдал свою жизнь Господу. И я начал изучать, как быть служителем. И когда я попытался пойти в колледж, меня не приняли с первой попытки. Потому что все мои оценки со школы были двойки и тройки. Я бросил школу старшую и даже не заботился об аттестате. Но когда я почувствовал призыв на служение, я попытался поступить в колледж. И я работал над этим, продолжал работать. Потому что чувствовал призыв, что должен быть в служении. И я защитил социальную степень. Бакалавра защитил сначала. Бакалавр. Две магистрских работы защитил. И две докторских защитил. Я просто продолжал работать над этими, продолжал работать. Но никогда особо не задумывался о себе, что стану профессором. Но было что-то внутри меня, что я просто любил изучать Библию. И я так рад, что моя жизнь так развернулась. Что я был способен теперь помогать другим людям переживать подобное. Я также должен заметить, что я поступил в полицейскую академию. И в Техасе меня приняли в одну из элитных полицейских академий. И я даже стал офицером там. А в Техасе это самая высшая должность, которую можно полицейскому получить. И у меня есть карьера как офицер запаса в полиции. И я сейчас, так сказать, вышел на пенсию, будучи профессором в семинарии. И мне позвонили и сказали, а Джефф, а можешь приехать и быть консультантом для полиции? Старшим. И я руководил, управлял уличными полицейскими, которые на улицах служат. И практически был инструктором в полицейской академии. И я хотел принести свое религиозное или христианское понимание и богатство на то, чтобы достигать этих людей на улице. И на работу с ними. Знаете, в полицейском управлении такая же коррупция может быть, как и на улице. Но я хотел нести свое христианское богатство во все сферы жизни. И побуждать эту ценность и в других, чтобы они ценили это. И где-то 30 лет я проработал на полновременном служении библейского профессора. И у меня было 20 тысяч студентов. И у меня больше студентов, чем обычно профессоры в современном мире имеют. Вот два представителя. И вот там я познакомился с Валентином и его замечательной супругой. Конечно, я не знал тогда их очень хорошо, потому что в классе было студентов 500. Но я знаю их сейчас как очень драгоценных людей. И в дополнение к тому, что я был профессором, я также выполнял роль пастыря много лет. Я мужчина и делаю сразу несколько вещей. Люблю делать много вещей. Я вел церковь, мессианские общины. Мои родители и папа, и мама евреи. И супруга Берри, привстань на секундочку. И моей супруге родители также евреи. И мы вот евреи со всех сторон, которые пришли к вере в Христа. Некоторые люди могут подумать, что это странно. Ты, с одной стороны, хочешь быть евреем. Но, с другой стороны, ты веришь в Иисуса. Для многих людей это просто не имеет никакого смысла. Валентин в своем письме попросил меня адресовать к вам вот такие моменты. Его интересовало мессианское движение. Люди, которые хотят постичь или изучить еврейство Христа. Вы можете любого спросить на улице, и вам скажут, что Иисус был православным. Или Иисус был лютеранином. Или Иисус был баптистом. Я не хочу обидеть никого. Простите, Иисус был евреем. Все Его ученики были евреями. И вся эта история произошла в стране Израиль, в еврейской стране. И один из самых ключевых авторов Нового Завета Человек, которого звали Павел. И он был еврейским раввином, принявшим Христа. И люди, такие как я, мы уважаем наших христианских друзей. Мы также уважаем религиозные традиции, обряды. Но я заинтересован объяснять еврейство Иисуса. И если вы посмотрите на этот мессианский еврейский мир, они заинтересованы, люди, услышать историю Иисуса, с одной стороны. А с другой стороны, еврейскую историю хотят. Вот есть история Иисуса, а вот есть еврейская история. А как же мир выглядит, если мы это попытаемся соединить? И какое же применение нам, как личностям, мы можем из этого взять? Как мне и Берри жить сейчас, когда мы приняли Иисуса? Мы должны жить все еще как евреи? Или мы должны жить как христиане? Без всякой еврейской культуры. А что по поводу людей, которые не евреи? Они развивались и росли в благодарности ко всему еврейскому. И они хотят быть вовлечены и быть участниками этого еврейской истории евреев Иисуса. А что по поводу людей, которым надо, хотят быть евреями, претендуют на это? Как нам быть в этом мире? И это вот все вещи, которые Валентин просил меня говорить с вами. И я вот вам что скажу. И я хочу потом объяснить, как я это вижу. Валентин перечислил десять вещей. Функции и ответственность, первая, неевреев в мессианской общине. Второе, место неевреев в определенной или просто в мессианской общине служении. Если вы посмотрите на вот это мессианско-еврейские переживания, опыт. Валентин отметил, что есть много неевреев, которые влюблены во все еврейское. Как же это все работает вместе? Есть ли смысл в мессианской общине называться мессианская община, если в них процентное соотношение евреев очень маленькое или вообще нету? Вот, мессианская и еврейская община. И лидеры этой общины называют раввином. Раввин не еврей. И вообще нет евреев. Что с этим делать? Итак, могут ли неевреи участвовать, принимать участие в определенных еврейских практиках, традициях, обрядах? Место устной торы в мессианском служении. В традиционном еврейском мире люди очень уважительно относятся к раввинам. В мессианских общинах или синагогах должны ли мы поддерживать такой же уровень уважения к ним? И вот Валентин заинтересован в таких вещах и в подобных вопросах. И небезосновательно он просит говорить об этом всем. Он идет дальше, просит поговорить о том, что же значит термин «духовный Израиль». Вопрос следующий, может ли церковь себя называть духовным Израилем? Как неевреи, как просто христиане могут праздновать Тору и все еврейские праздники, и как это все соединить вместе? Может ли нееврей, который принял еврейского мессию, начинать себя называть евреем? Может ли нееврей, став духовным лидером, называть себя раввином? Валентин просил поговорить обо всех этих вопросах. В Америке у нас есть проблема гомосексуализма. Такое случилось, есть у нас. И случается, что мужчины у нас одеваются, как женщины. И однажды я обратился, говорил к такому человеку. И я сказал, дорогой, послушай, у нас так много общего с тобой. И тут он получил мое внимание и говорит, что, что? Он заинтересовался. Я сказал, что мы обои очень заинтересованы в женщинах. Мы оба дорожим женщинами. И он сказал, а в чем же разница? И я говорю, ты пытаешься быть женщиной, а я не пытаюсь. Я считаю, что важно быть просто тем, кем ты являешься. Мы живем с вами в мире, где иногда люди пытаются быть теми, кем они не являются. Я не знаю ничего о мессианско-еврейском практиках здесь в Украине. Но у меня есть опыт как теолога и как пастыря в Америке. И не просто с еврейским или христианским миром. У меня было много студентов, которые впоследствии стали баптистскими пастырями, пятидесятническими, лютеранскими, англиканскими. И я по-настоящему рад абсолютно всему. Когда они славят Бога, мне на самом деле все равно, когда они это делают, субботу или воскресенье. Я достаточно либерален в этом. Когда они славят Бога, мне вообще-то не все равно, как они его называют, Иисусом или Иешуа. Я просто рад, что они к Нему взывают. И собираются вместе, поклоняясь Его. И по поводу меня, меня все равно по поводу дня личного и имени, как его называть. Для меня это говорит, я мессианский еврей. Я общинный лидер, который встречает шаббат по субботам. И я имею часть мессианского еврейского опыта в Штатах. И то, что мы наблюдаем в Америке, местами очень интересно. Много людей в мессианской общине не евреи. Были люди, которым прикоснулся Иисус, и они просто влюбились во все еврейское. И в евреев, и в еврейскую культуру влюбились. Они влюбились в еврейскую культуру. Они влюбились в евреев. Они начали смотреть на Новый Завет через еврейскую призму. И они говорили, Боже, Ты можешь ходить в церковь и никогда об этом не услышать. Это то, что они приобрели во Христе через вот эту еврейскую перспективу. И по поводу праздников. У нас есть Рождество, у нас есть Пасха. Но это не записано в Библии. Но если вы посмотрите на еврейские праздники, описанные в Писании, и увидите там Христа, вы можете научиться многому через это. И в Америке любовь и такая страсть к мессианскому служению, она пришла от неевреев. И началась с неевреев. Я не знаю, подобно ли это в других местах. Но я правильно понимаю, что Валентин хочет, чтобы я объяснил вот это движение евреев и неевреев вместе, как это может двигаться и происходить. Теперь позвольте, я вам расскажу, как я хочу это сделать. Если мы с вами будем говорить о том, что такое церковь, Что это за группа, которая совмещает в себе евреев и неевреев? Кто мы? Как мы должны быть как личности отдельно взятые? И как нам быть и называться вместе? Я задавался сам себе вопросом. Когда я прочитал все вопросы Валентина, И я всегда ожидаю услышать от духовных лидеров. Когда я услышал его вопросы, Я спросил себя, Есть ли какое-то место в Писании, к которому я могу обратиться, Чтобы мне помочь найти ответы на эти вопросы? И есть такое место в Писании. Есть книга в Библии, Где раввин именем Павел Идет в детали и рассматривает природу евреев и неевреев вместе. И он говорит о церкви, О месте, где люди из разных культур собираются вместе. И что-то новое рождается. И эта книга называется книгой Ефесянам. И вот то, что я хотел бы сделать, Мое время посвятив с вами, Очень методически исследовать книгу Ефесянам. Начать с первой главы первого стиха. И пройти сквозь всю книгу. И вот как я это буду делать. Мой план таков. Мы прочитаем главу, И я кое-что пообсуждаю. Я не буду проповедовать. Я буду раскрывать. И я буду просить вас помнить, хранить в разуме Вот эти вопросы, которые Валентин поднял. И я буду спрашивать вас, Есть ли что-то в этой главе, Что говорит для или объясняет причины Хотя бы одного из вопросов, Которые затрагивал Валентин. И мы тогда вместе их обсудим. И я хотел бы, чтобы это был диалог, Чтобы мы общались. Я буду библейским теологом. И я хочу раскрыть вам мир Павла. И его слово, которое он дал в этот мир. И я хочу посвятить вам фонариком на те места, Которые я считаю, что они важны. И после этого я спрошу вас, Есть ли там что-то, Что соотносится с вопросами, Которые Валентин поднял. Или, может быть, вы в чем-то заинтересованы, Или вас что-то коснулось, И оно даже здесь еще не перечислено. Может быть, вы, услышав эти десять вопросов, Которые Валентин Романович затронул, Вас побудило что-то тоже задуматься, И вы заинтересовались чем-то. Поэтому мы начнем с Ефесянам первой главы. Пройдем через нее. И вместе исследуем и раскроем, Говорит ли нам что-то эта глава О вот этих христианско-мессианских взаимоотношениях И вопросах, поднятых тут. Вы согласны? И приблизительно последние полчаса Я хочу присесть и побыть в тишине. И хочу, чтобы моя супруга встала и вышла. Супруга моя красивая, встань еще раз. Мы молодожены с моей женой. И Берри очень интересная молодая девушка. У нее докторская степень по Новому Завету. И она работает профессором онлайн. И потом, послушав меня, послушав наш диалог с вами, участвуя в этом, может быть, она что-нибудь захочет добавить. И это успешно. И я думаю, что как результат хорошего проведения времени вместе. Мы пройдем вместе книгу Ефесянам. И если вы читали уже книгу Ефесянам «Чего страшного?» Прочтем еще раз. И теология книги Ефесянам, она очень эклистическая. Другими словами, книга Ефесянам — это хорошее окно в мир, чем является Церковь. И, надеюсь, вы проясните для себя какие-то моменты из книги Ефесянам. И поймете некоторые переживания в мессианском опыте в мире. И у вас будет шанс послушать мою крутую жену. Вот примерно так. Если вы будете так любезны, откройте, пожалуйста, Ефесянам первую главу с первого стиха. Мы прочтем сразу главу. Я буду по абзацам определенным читать. И мы пройдем сквозь первую главу. И мы увидите, как мы будем это делать. И я также должен отмечить, что есть версии разные Библии. Я использую книгу, Библию, которая только выпустилась в этом году в Америке. самой крутой, большой компанией публицистической. Она называется Дерево жизни Библии. И у меня была честь работать как главный менеджер, управляющий для создания этого проекта перевода. Все ученые, которые делали этот перевод, они мессианские евреи, которые приняли зов, призыв на служение, пошли в университеты, изучали Писание, изучали оригинальные языки, и были неудовлетворены тем, как переводы показывали Иисуса не евреям. И мы хотели починить это. И большинство группы вот такие, такого уровня ученые. Другие ученые, которых я выбрал тоже в эту группу, были личностями, которые не евреи. Они окружили свою жизнь Христом, посвятились к Христу. Они пошли в школу и институты изучать теологию. При том, что они не евреи, они в итоге пошли в еврейские университеты и получили докторские степени в еврейских изучениях и в семитских языках. И у меня была группа переводчиков это были евреи, которые были влюблены в Иисуса. И христиане, которые были влюблены в евреев. Поэтому я буду использовать эту версию Библии, дерево жизни. Но я хочу сказать, мне все равно, какую версию вы используете. Я просто рад, что вы Библию открыли. И Дух Святой может проговорить к вам через это. Через любую версию. Итак, мы идем в первую главу Ефесянам. И до того, как мы начнем текст читать, вы можете быть свободны не соглашаться с чем угодно, что я говорю. Спасибо, конечно, что вы меня представили как доктор Сайф. Да, я действительно защитил докторские в хороших университетах. Но я считаю, что титулы, они тупые. Как можно быть доктором о Боге? Для меня это глупость. Я себя признаю студент Писания. Не эксперт в этом. Но я просто поделюсь тем образом, как я это вижу. И спасибо, что слушаете меня. Но вы можете быть свободны и не соглашаться с любой перспективой и то, как я вижу. И вы можете прийти к своим личным выводам. Даже будучи профессором все эти годы, когда я проверял работы своих студентов. Я сказал, будьте свободны и бросайте мне вызов. Попробуй, попробуй, попробуй. Давай, давай, давай. Вы можете рискнуть студенты и написать бумагу, в которой написать целое исследование, доказывающее, что Джеффри Сайф самый глупый человек, который когда-либо появлялся, вышел из утробы матери. Поэтому мне все равно. Мне все равно согласны с тем, что говорится или нет. Я ищу вглубь. Когда я исследую бумаги и оцениваю экзаменационные, я смотрю в суть. И ищу хорошее сердце. Я ищу хорошее исследование и хороший приложенный труд, работу. Я ищу это больше и ценю, чем просто правильные выводы их мыслей. Так, слишком много вступлений, давайте вернемся к Писанию. Павел. Волей Божией апостол Ишуа Мессии. По Божьей воле. Находящимся в Эфесе святым. И верным в Ишуа Мессии. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Ишуа Мессии. Мы видим, что Павел, он апостол Мессии. Послушайте, апостол — это нормальное слово. И апостол — даже не религиозное слово. мы знаем это слово и рассматриваем его только с религиозной точки зрения. О, апостол. Но на самом деле слово апостол — это не религиозный термин. Когда я прибыл сегодня сюда, в Украину, мы проезжали консульства разных стран. И русское посольство, российское посольство имеет консула, посла. И этот посол находится здесь в Украине и представляет Советский Союз здесь. И если американцы здесь работают в посольстве, они представляют вот то царство, Америку. Они вот в этом мире представители другого царства. И вот это слово, которое мы называем с вами апостол, оно звучит очень так ортодоксально. Очень может даже по-католически, по-православному. Но слово апостол на иврите — это шалих. Это тот, кого послали. Это тот, кто посол, представляет чье-то посольство. И Павел пишет, что он здесь посол Мессии Христа на этой земле. Святым в Ефесе. Слово «святым». Версия дерева жизни Библии использует еврейское слово «кедышим». И «кедышим» идет от слова «кадош», что означает «святой». Когда вы читаете «Павел, посол к святым», сегодня мы живем в мире, где есть христиане, кто считает себя супер-христианами. И вот патриархи и папы считаются, что они святые. А мы все остальные вот здесь с вами. Но эти люди святые. Святой вот тот, святой вот тот и вот тот святой. Новый Завет не знает единичного святого. Новый Завет рассматривает святых как общество, как коллектив. «Мы все святые». И вот Павел, посол, который пишет верующим в Ефесе тем, которые верны в Мессии Ешуа. Что делает их святыми? Много хорошей работы? И потом в итоге там епископ порекомендовал кого-то кардиналу? А потом кардинал порекомендовал этого совету кардиналов? А потом совет кардиналов представил этого человека папе, и они утвердили его святым? Нет такого процесса. Святые, они каждая отдельная личность, которые верны в Ешуа Мессии. Люди, как ты и я. В Синаидальном у нас верны написано или которые доверяют Ешуа Мессии. Люди, как вы. Я не знаю о вас, но я знаю о себе. Я просто молодой парень, который ошибался в жизни. Кто-то поделился со мной Евангелием. Ничего не хотел об этом знать. Кто-то опять со мной поделился Евангелием. Не хочу об этом ничего знать. Кто-то снова со мной поделился. А потом я попросил Иисуса войти в свое сердце. И внезапно что-то изменилось. И после этого всего я просто пытаюсь до сих пор разобраться, что это все означает. И что это было? Это просто переворот всей моей жизни. И ты просто доверяешь Иисусу двигаться в этом направлении и двигаешься. Я не так хорош, как хвалит меня мой друг. Но я и не так плох, как мои враги обо мне говорят. Я просто парень. И просто святой. Просто доверяющий Мессии. И просто пытаюсь пройти сквозь это все. Я хочу закончить свою жизнь в объятиях своей супруги. Хочу служить своей жене. Хочу служить своему Богу. Хочу Валентину служить. Я святой. Павел пишет верующим. И во втором стихе он говорит благодать и мир вам. Шалом вам. От Бога Отца нашего и Господа Иешуа, Мессии. Это, в принципе, такое формальное вступление в письмах. Он раввин, и он обычно так начинал письма. Мир вам! Шалом вам! И я приехал сюда и говорю шалом! И вот Павел, он пишет письмо и пишет шалом вам всем! Привет вам! От себя вам привет! Очень по-еврейски. Хочу, чтобы вы увидели, как мы будем двигаться дальше. И вы увидите, что это пунктик во всех письмах Павла. Павел всегда начинает с официальной формальной вступления. Он начинает с формального вступления, официального. Будет тело, основная часть письма, где будет суть письма, религиозная суть письма. И он заканчивает обычно с советами практического применения. И потом он заканчивает письмо. Павел был профессором. Слушайте, другие все были рыбаками и фермерами. Павел учился в университете. И если вы посмотрите романную и посмотрите на римское образование в первом веке, коллоквиум, да, была система обучения, там целый процесс был. где люди изучали, как представлять самих себя. Был образ, как они говорили. Было как бы такое испытание, они должны были достойно себя нести, представить, говорить о себе. И это было доказательство того, что они достойно обучились. И здесь мы видим Павел, который дает общее вступление. И он пишет святым. И это не святой кто-то один, это святое общество. И мы увидим потом этих святых, как будет описано в письме дальше, люди, которые были евреями и неевреями, которые привыкли жить в разных мирах. И даже было противостояние между двумя этими мирами. Была стена между этими двумя мирами. А сейчас стену взяли и убрали. И вот люди, которые жили в двух отдельных культурах, между ними была стена. Стену подняли, убрали. И эти люди соединились вместе. И теперь новая культура. Что-то новое было сотворено. То, что мы назвали церковью. И это не что-то еврейское или не что-то просто христианское. Это что-то новое. И мы увидим это, когда раскроем дальше. Позвольте мне прочесть до шестого стиха. А потом перерывчик будет. Я знаю, что говорю много, немножечко перерыва всем надо. Это просто гениально, но нужен перерывчик. Все, что ты рассказываешь гениально, нужен перерывчик. Все вас понял. Смотрите в третий стих. Благословен Бог и Отец Господа нашего Ишуа Мессия. Что имеется в виду нашего Мессия? Пишется во множественном числе святому обществу. Новая группа образовалась, которую он пишет. И пишется благословен Бог и Отец нашего Господа Мессии. Благословивший нас в Мессии всяким духовным благословением в небесах. Будь благословен тот Бог, который нас обильно благословил. Нас, людей, которые евреи, нас, людей, которые не евреи. Кто-то богатый, кто-то бедный. Кто-то евреи, кто-то грек. Но нет никакой разницы. Абсолютно неважно, сколько денег в вашем кошельке, когда вы приходите в церковь. Ни разницы, вы приехали на новом BMW в церковь или пришли пешком. Нет ничего важного, если вы в самых модных последних одеждах, новинках. Красивые украшения, простите, сумки очень модные. Вам не обязательно приходить в итальянском дизайнерском костюме. Можно прийти в футболочке. И все нормально. но богатство того, что вы часть этой группы, такой, как вы есть, так, как вас Бог сотворил. Есть особое благословение того, кто вы есть, как все мы различные, во всем, что мы различные. Этот автор говорит, нет никакого различия между евреем и греком. Тот же Господь, Господь всех. И Он изливает Свои благословения на всех, кто взывает к Нему. Четвертый стих говорит нам, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира. Он обращается к этой группе людей и говорит, до того, как был создан мир. Бог избрал нас. Что Он подразумевает здесь? Павел понимал, когда писал здесь, что в начале времен, когда мы видим, что Бог только начал двигаться, действовать, Он все запланировал и продумал и продумал, когда дойдет до создания церкви и появления ее. До начала времен, даже до того, как Бог призвал Авраама и сказал, выйди из своей земли и войди в ту, которую я тебе покажу. Авраам был назван евреем. И Ибру это слово, которое корни уходят из-за реки, пришел из-за реки. И если вы посмотрите на карту Месопотамии, Тигр и Ефрат на эти две реки, они расположены полумесяцем. Современный Кювейт, они там начинались. И вы увидите, как они идут по Ираку, по Сирии, Ливан и входят в Израиль. Если посмотрите на жизнь Авраама, Авраам не был евреем. У него паспорт Кювейтца был. Он был из Ура Халдейского. Если вы просмотрите в бытие, как они вышли из Ура Халдейского и дошли и остановились в Сирии, паспорт был, разрешающий разрешение работать в Сирии, зеленая карточка. Временное проживание в Сирии. Но Авраам услышал дальше призвание выйти оттуда и пойти спуститься вниз, и он дошел до Эрц Израэль, до Эрц Ханаан в землю. Но когда Бог призвал вот этого сирийца, не было еще евреев. И он не сказал, так, между прочим, Авраам, я из тебя сделаю еврея самое лучшее создание в мире. Он сказал, Авраам, через твое хождение верой, что-то такое невероятное произойдет, что все семьи на земле будут благословлены. И в тебе все семьи земли будут благословлены. И если вы посмотрите на историю Библии, на весь Ветхий Завет, это вопрос не просто евреев, не только евреев. Самый популярный человек в еврейской Библии Моисеем Моше. Его вырастили как принца Египта. Ему пришлось убежать из Египта. Он в землю медиамскую пошел, он женился на медиамке. Самый популярный еврей еврейской Библии женат не на еврейке. Она из Мидии была. И если вы зададитесь откуда они пришли, медиам корнями уходит. Это северно западная Саудовская Аравия на современной карте. И как вам Моисей женат на арабке? Если вы посмотрите на других важных и известных людей в Библии, самые известные женщины в еврейской Библии даже не были еврейками. там у самой известной был иорданский паспорт. У жены Моисея был паспорт Саудовской Аравии. У Авраама кувейтский паспорт. Руфь самая известная женщина в еврейской Библии. У нее иорданский паспорт был. Она моавитянка была. И моавитяне они в древности жили в Иордании. То, что современная Иордания сейчас. И у этой Саудовской Аравии и у этой женщины великий внук. Его будут звать Давид. Царь Давид. Величайший царь в еврейской Библии вообще-то не был чистым евреем. Когда я смотрю на еврейскую историю, здесь полно намешанных взаимоотношений. Я отметил, да, что женщина самая известная в еврейской Библии Руфи она даже еврейкой не была. Вторая самая известная еврейская женщина в еврейской Библии была замужем за иранцем. ее Эсфири звали. Она красавица была и выдали ее за принца Персии. И Бог ей это благословил. Знаете, когда трусятся и люди говорят, воу, женат не на еврейке, так не сработает, все неправильно. Когда я читаю еврейскую Библию, так все там по-другому. Что ж по поводу Нового Завета? Кто самый популярный парень в Новом Завете? Ну, Иисус. Второй парень, который письмо это пишет. Что мы о нем знаем? Паул не был израильтянином. Другие все были израильтянами. Матфея, Иоанн. Они имели израильский паспорт. Израильский паспорт. У Павла не было израильского паспорта. Откуда Павел был? Он из Тарса был. Да, Тарсис в северо- южно-восточная Турция. У Павла турецкий паспорт. И походу, а где был Павел, когда он Христа принял? Он был на пути в Дамаск в Сирию. Равин. У Павла Немножечко контузия. И очнулся, стал христианином. Он направлялся в Сирию. После того, как он принял Христа, Павел захотел вернуться в Иерусалим и прикоснуться к своим еврейским корням. Вообще-то нет. Что он говорит? Три года в арабских странах провел. Служа арабам. И Павел потом говорит, после трех лет в книге Галатова он созрел идти в Иерусалим. Давайте я там сверюсь с лидерами движения этого всего. Давайте они подтвердят все то, что я делаю и хочу делать. После того, как он уже был верующим три года с арабами. В Галатам он говорит, поеду в Израиль на Верусалим на две недели. Поспорю там с людьми. Я поспорил с ними, они не согласны, но я им сказал, что Бог использует меня, им не все понравилось. Они посчитали, что Павел немножечко в замешательстве, скажем так, мягко. После двух недель он покинул Иерусалим три года верующий всего две недели в Иерусалиме и потом опять в Тарсу едет на 10 лет и не слышим о нем ничего. Может, он учил кого-то, чему-то. Воскресную школу, может, учил. но мы ничего не знаем о том времени. Мы только позже находим Павла в письмах, потому что в книге Деяний было подтверждено, что братья услышали о пробуждении в Антиохии в Сирии. в Сирии. Годы спустя пробуждение там. И апостолы решают послать туда кого-то, чтобы поехать и проверить, что там происходит, и дать какие-то направляющие. И они посылают еврея с островов в Арнаву. Барнабас с дредами Ямайского Ямайского типа еврей. Он такой прикольный парень был. Мы читаем о нем в Деяниях. Он получил спасение, пошел в Иерусалим. Но понимаете, у него такое островное поведение было. Короче, они решили его послать в Антиохию в Сирию. Короче, Павел после того, как я вот это попытаюсь перевести, вы проголосуете так или вот так. Они голосуют за мое выступление. Короче, надо соблюдать. Итак, этот клевый парень с острова говорит, Павел, ты мужик, поехали туда, в Антиохию, в Сирию. через минутку будет перерыв. Кто может вот это выдержать? Но вот в чем ключ. когда вы смотрите в Библию, Ветхий или Новый Завет, есть много разных культур, которые поднимаются. Есть много разных людей. Это не просто людей, которые в одну культуру поместили и выделили. Религиозные говорят, тебе надо делать только вот так. Молиться надо только вот так. Четки перебирают только вот так. Или делать надо вот это вот так, а вот это только так. Послушайте, Бог намного больше, чем все это. И если мы вернемся к нашему четвертому стиху, до того, как был создан этот мир, Бог приготовил и предопределил, что будут разные люди. И предопределив, пятый стих читаем, он предопределил, что все эти люди будут усыновлены себе через Ишуа Мессию. Мы все в одной семье. Может быть биологическая семья. И, естественно, у детей есть генетическая карта, как у родителей. Но, например, эта семья еще усыновляет ребенка. даже если этот ребенок биологически не часть семьи, легально и официально он полноценная часть семьи. И нет никакого различия не делается с биологическими детьми. Павел говорит, что Бог избрал нас всех общно. И все мы усыновлены и удочерены как сыны и дочери для Него. По благоволению воли Своей Он это сделал. Это была Его благая воля так совершить. В похвалу славы благодати Своей, которой Он облагодательствовал нас возлюбленным. И здесь хочу перерыв сделать. На пару минут, но, чтобы закончить. Если я правильно понял Павла в его вступлении в письмо, этот автор что-то понимает. церковь создана из разных групп людей, разных культур. И, исповедуя Христа, они собираются каким-то образом вместе. И в конце времен это будут братья и сестры. Да, и к концу это братья и сестры. И мы рассмотрим это, как будем проходить дальше. Применение и то, что мы можем почерпнуть из этого. Но я хочу, чтобы вы увидели, что Павел он человек космополит, он человек всего мира был. и достаточно либеральным был Павел. Он не был правосторонним националистом. Он не был из правого сектора. Павел был очень открытым к людям. И мы исследуем это чуть позже. КОНЕЦ